Остров приятных вибраций Шри-Ланка представляет вам книгу Остина Клеона «Покажи свою работу». Десять способов сделать так, чтобы тебя заметили. Перед каждым художником стоит трудная задача – заявить о себе. Анаре де Бальзак – писатель. Креативность – это не талант, это подход к жизни. Джон Клис – актер и сценарист. Действуем по-новому. Общаясь с читателями, я чаще всего получаю вопросы о самопродвижении. Как мне рассказать о моих работах? Как сделать так, чтобы меня заметили? Как найти свою аудиторию? Как это удалось вам? Я терпеть не могу говорить о самопродвижении. Комик Стив Мартин отделался от этого вопроса, дав знаменитый совет. Стань таким крутым, чтобы не заметить тебя было невозможно. Мартин утверждает, что стоит сосредоточиться только на своей работе, а люди сами вас найдут. В общем-то, я с ним согласен. Вы не должны искать аудиторию. Она сама к вам придет. Но тем не менее, просто хорошо делать свою работу недостаточно. Вы должны сделать так, чтобы вас могли найти. Я думаю, несложно сделать свою работу доступной зрителю. Одновременно, концентрируясь на том, чтобы выполнять ее на отлично. Почти все, кто меня вдохновляет и чьи идеи я краду, регулярно делятся своими успехами независимо от рода деятельности. Нет, они не болтаются без дела на вечеринках. На это у них нет времени. Они трудятся в своих мастерских, лабораториях и офисах. Но вместо того, чтобы держать свои проекты в строжайшей тайне, они не скрывают их и постоянно делятся в интернете фрагментами работ, идеями и новыми знаниями. Они не сидят в социальных сетях, они используют их в своих целях. Благодаря тому, что они делятся своими идеями и знаниями, им часто удается найти аудиторию, которая может в будущем помочь им связями, отзывами или поддержкой. Я хотел написать путеводитель по новому образу действий. Вот что я придумал. Перед вами книга для тех, кому противна сама мысль о саморекламе. Позволю себе сказать, что этот гид – альтернатива саморекламе. Я попробую научить вас воспринимать свою работу как бесконечный процесс. Делиться ею таким образом, чтобы привлечь тех, кто может быть в ней заинтересован. А также справляться со всеми плюсами и минусами, связанными с публичностью. «Кради как художник» рассказывает, как красть идеи у других людей. А эта книга о том, как влиять на других, позволяя им украсть идею у вас. Представьте, что будущему работодателю не приходится читать ваши резюме, потому что он уже знаком с вашим блогом. Представьте, что вы студент и получаете первую работу благодаря своему учебному проекту, который разместили в интернете. Представьте, что вас увольняют, но у вас есть контакты людей, осведомленных о вашей работе и готовых помочь вам отыскать новую. Представьте, что вы превращаете дополнительную работу или хобби в профессию, потому что ваше окружение вас поддерживает. Или представьте такое простое и не менее приятное положение дел. Вы тратите большую часть своего времени, сил и внимания на занятия творчеством, ремеслом или бизнесом, одновременно создавая все условия для привлечения людей, разделяющих ваши интересы. Все, что вы должны сделать, это показать всем свою работу. Продолжение следует...